Доброго вечера, дорогие телезрители! В эфире цикловая программа «Учфильджан Хаве» – «Три чашечки кофе». В этой программе мы рассказываем о знаменательных событиях, интересных людях нашего полуострова. И вот сегодня у нас в гостях Юрий Константинович Гемпель. Коснемся ваших анкетных данных. Здравствуйте! Добрый вечер! Добрый день! Родились вы в городе Смело, Украина. Закончили спецшколу МВД, юридическую академию. Начали трудовую деятельность токарем. Затем служба на Северном флоте. Уже в Крыму был председатель Республиканского общества немцев Ведер Гебурт. Ныне зампредседателя Госсовета Республики Крым по межнациональным отношениям. Вы женаты, растите четырех детей, имеете награды. Все правильно? Совершенно верно. Чем можете дополнить? Дополню единственное. Да, действительно, я зампредседателя комитета по межнациональным отношениям Государственного совета Республики Крым. Ну и возглавляю региональную национально-культурную немцев республиканского уровня. Отлично. Вопросы к вам будут такого плана, поскольку вы представляете диаспору немецкую, да? Сейчас вот очень много пишут, говорят в прессе, на радио, на телевидении, что более тысячи семей немцев, проживающих за пределами Крыма, я не скажу, что только в Германии, после известного указа, подписанного Путиным, имеют желание вернуться сюда, в Крым. То есть когда-то они отсюда уехали. Теперь они хотят вернуться. Что? Качество жизни в Европе хуже? Или в России, матушке, все-таки лучше? Ну, вы знаете, действительно, вот в адрес нашего общественного объединения поступило на конец прошлого года более 1500 обращений от семей немцев, желающих вернуться или приехать на постоянное место жительства в республику Крым. Наверное, следует отметить, что это не только российские немцы, ранее выехавшие на постоянное место жительства в Германию, но и немцы, проживающие в странах Сен-Гиа, Казахстан, Киргизия в основном. Кстати, в том числе и в Российской Федерации, которые изъявляют желание приехать сюда. Из 1500 обращений, около 500 обращений, это граждане Германии, российские немцы. И вы знаете, вот основное, что их подталкивает к этому? Я имею в виду тех, кто сегодня проживает в Германии. Ну, прежде всего, это, конечно, не материальное благо, мы это, наверное, все понимаем. Первое. Прежде всего, их волнует то, что в Германии идет интенсивное разрушение семейных ценностей. Ну, как пример, яркий пример, это раннее сексуальное воспитание в школе. Второе, разрушение христианских ценностей. Третье, это проблема беженцев. И четвертое, на мой взгляд, все-таки вот менталитет наших российских немцев, он все-таки ближе к менталитету россиян. 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 Ну, и, наверное, еще важно то, что пока Крым был в составе Украины, таких обращений в наш адрес не поступало. Когда Крым вернулся в состав Российской Федерации, и только тогда, когда вышел указ президента Российской Федерации о реабилитации всей группы депортированных по национальному призму, в том числе немцев, вот в наш адрес тогда стали поступать такие обращения. И, наверное, немцы уже бы поехали. Хотя они все-таки, наверное, не наверное, они возвращаются сегодня реально. Нельзя называть это возвращением. То есть ручеек уже есть. Совершенно верно, вы правильно говорите. Ручеек уже есть. Можно сказать, что этот ручеек, он стабильный. Нельзя сказать, что это ручеек или возвращение носит массовый характер, но достаточно стабильный. Практически вот даже за последние месяцы, за летний курортный сезон, каждый месяц я отмечал возвращение двух-трех семей из Германии. Хотя для этих людей, конечно, есть проблемы. Проблемы, прежде всего, по линии ФМС, разрешение на временное проживание в Республике Крым. Это, конечно же, у некоторых есть языковой барьер, особенно у детей, которые выросли в Германии. Ну, как пример, вот недавно встречали семью, перед первым сентября вернулась семья, трое детей. А ребенок закончил в Германии второй класс. Помогли устроить школу, 24-ю, кстати, спасибо руководству, с углубленным немецким языком. Ну, ребенок быстрее будет адаптироваться. Находят работу, строятся, покупают недвижимость. Ну, на мой взгляд, таких людей было бы намного больше, если бы не было преград по линии ФМС, по получению разрешения на временное проживание. И, конечно же, желание немцев все-таки построить компактный поселок для проживания. То есть вопрос выделения земли. Ну, вы знаете, вот, исходя из их обращений, могу одно сказать. Желание получить землю, построиться за свои собственные средства, в немецком архитектурном стиле, безусловно, строительство будет, и компактно, но, опять же, в границах какого-то определенного населенного пункта. Ну, мы говорили как-то вот даже о Кольчугино, потому что Кольчугино, старое название Кроненталь, это старая немецкая колония, которая была основана в 1810 году. Крымчане знают, что там и два храма сохранилось, один католический, другой протестантский. Кстати, на мой взгляд, это, наверное, единственное место в Российской империи, да и вообще, наверное, в Европе, где католики и протестанты жили вместе в мире согласия. Ну, такой вот положительный пример. Вот, конечно, хотелось бы рассматривать именно вот этот населенный пункт. Ну, и в то же время вот я изучаю анкеты, которые нам присылают желающие вернуться. Хочу сказать, в основном это люди, получившие образование в Германии. Да, конечно, среди них достаточно много людей, интеллектуального труда, но в большей степени это квалифицированные рабочие. Если бы эти люди вернулись сюда, я думаю, национальная палитра Крыма стала намного богаче, во-первых, а во-вторых, ну, наверное, бы Крым получил достаточно высококвалифицированные рабочие, кадры, инженерные, интеллектуальные. Я думаю, от приезда немцев Крыму был бы большой-большой плюс и большая польза. Собственно говоря, немцы и внесли достаточно серьезный вклад в развитие Крыма, если мы вернемся в историю. И сельское хозяйство, в общем-то, достаточно серьезно было поднято в свое время немцами. Ну, и впоследствии они, в общем-то, занимали достаточно интересные такие серьезные посты. Ну, допустим, та же фамилия Шнайдер, да, почетный гражданин города Симферополя. Дворец Баракосочетания в Симферополе, это его городской дом, кинотеатр Шевченко, ну, и многие-многие вот дома, которые до сих пор служат верой и правдой крымчанам. Да. Вы сказали компактное проживание, я вспомнил Казахстан. Ведь там было очень много поселков немецких. Такие аккуратненькие дома, аккуратные усадьбы, полный порядок. И таким вам видится будущее Кольчугина? Ну, вы знаете, вот... Может быть, я говорю. Да, вот как предположение. Да. Это достаточно большой микрорайон в границах населенного пункта Кольчугина, где наши российские немцы смогли бы построить свои дома. В немецком архитектурном стиле, безусловно. Ну, возможно, там могли бы разместиться и другие, скажем, представители других национальных групп, которые подвергаются депортации. Это армяне, болгары, греки, крымские татары. Мы как-то много говорили о этнографической деревне. Но этнографическая деревня, вообще, сама концепция этнодеревни предполагает этнокоммерческий проект. Это уже бизнес. Это уже бизнес. А здесь, если бы вот такая палитра была в застройке и в проживании, я думаю, это объединило бы все народы, подвергшиеся депортации. И вообще, показали бы открытость и красоту каждого народа вот в этом населенном пункте. И еще раз подчеркиваю, никто из этих российских немцев не претендует на какое-то финансирование со стороны бюджета Республики Крыма или Российской Федерации. Единственное, о чем они хотели бы и просят сегодня, это выделить землю под такой вот микрорайон поселка. Вот вы упомянули о тех, кто вернулся уже самостоятельно, да? Насколько это им было трудно, вот, чисто психологически вернуться, обустроиться, найти работу, да, устроить детей? Или это как-то вот с помощью властей решилось более-менее гладко? Ну, вы знаете, вот, те люди, которые переселились, они переселились самостоятельно. Никакой отдельной государственной программы возвращения, обустройства и вообще поддержки этих людей, безусловно, не существует. Благо, у некоторых сохранилось второе российское гражданство, от которого они не успели там отказаться. Для них, конечно, это все намного проще. А вот для тех, у кого осталось только одно гражданство Германии, для них, конечно, возвращение проблематично. Но, опять же, я уже говорил, связано с получением разрешения временно проживания по линии ФМС. Но, вот, эти трудности, которые сегодня существуют, этих возвращенцев не пугают. Ну, наверное, немцы все-таки привыкли к большим трудностям за всю свою жизнь, я имею в виду российские немцы, начиная с Первой войны, с Германией, кончая Вторая мировая Великая Отечественная война. Поэтому, вот, ну, я не думаю, что эти люди боятся трудностей, связанных с переселением. Они их, в общем-то, преодолевают. Покупают земельные участки, покупают недвижимость, застраиваются. У кого-то уже есть небольшой бизнес здесь у нас, в Крыму. Поэтому, я думаю, возвращение будет идти по нарастающей. Вот, за это время, пока существует Ваше общество, да, немецкое здесь, в Крыму, оказывала ли Германия какую-либо помощь материальную немцам? В 90-х годах была, существовала программа, в том числе и программа, которая была поддержана федеральным правительством Германии. Она была направлена на поддержку, возвращая немцев, российских немцев, возвращаясь из мест депортации, часто там из Казахстана и Средней Азии. Но она была достаточно незначительная здесь, по Крыму. В основном, конечно, стоит отметить государственную программу, украинскую. Там были предусмотрены средства для обустройства этой категории граждан. Но, к сожалению, эта программа давала сбой, и в конечном итоге она перестала работать. В то время удалось построить только один микрорайон компактного проживания. Это село Марьяновка, Красногвардейского района. Кстати, наверное, следует вспомнить, что Красногвардейский район ранее был немецким национальным районом, назывался Тельмановский. Собственно говоря, туда более массово и возвращались немцы. Так вот, по этой программе построили там микрорайон. Это дома коттеджного типа, достаточно неплохие. Но, к сожалению, программа не сработала в том объеме, в котором тогда нам необходимо было. Много об этом говорилось и на правительственном уровне. Но когда, в общем-то, российские немцы поняли, что их здесь никто не ждет, и никакой программы, собственно говоря, уже и нет, соответственно, многие стали пытаться выехать на ПМЖ в Германию. Вторые вернутся в Российскую Федерацию, в страны Казахстана, Киргизии. Вот. И поэтому вот так вот сложилось, что на сегодняшний день программа украинская не сработала, к сожалению. Жалко. Какие в Крыму есть издания для немцев? Ну, я имею в виду газеты, рурналы, книги. Вот, знаете, Республиканское общество немцев Крыма Видергебурд, оно было зарегистрировано в 89-м году, прошло учредительное собрание. И с 93-го года уже, благодаря, кстати, Владимиру Карловичу Ренпеннигу, тогда он руководил этим объединением, кстати, был депутатом Верховного Совета потом, Республики Крым, Автономной Республики Крым. Вот, благодаря ему была учреждена тогда газета, газета «Хофнинг» по-русски «Надежда». И программа на гостерали компании «Крым», ныне первый крымский канал, программа «Хофнинг», радиопрограмма «Возрождение». И вот с 93-го года эти программы у нас выходят, и мы с ними работаем очень плотно, тесно. Я вам хочу сказать, что мы издавали газету 12 номеров в год, по тысяче экземпляров на русском и немецком языке. Сегодня мы выпуск немножко сократили номеров, на сегодняшний день у нас 6 номеров в год мы выпускать будем. Опять же, на русском и немецком языке. Эта газета распространяется бесплатно, в том числе она уходит и в Германию, бывшим нашим. Сотечественникам, российским немцам, проживающим там, в том числе и, ну как пример, университет имени Гумбольда, который, собственно говоря, просит эту газету. И в страны СНГ, Казахстан, Киргизия. И, конечно же, среди наших немцев, проживающих прямо в общественное объединение немцев в том числе. Программа «Хофтнг» на телевидении у нас выходит раз в неделю. Также на русском и немецком языке. Ну и раз в неделю радиопрограмма «Возрождение». Ну, вы знаете, это очень важно, что у нас вот такие средства массовой информации у нас есть, и они работают регулярно. И в профессиональном уровне люди, которые работают над этим правилом достаточно высокого уровня. Ну, каждое мероприятие освещается. Тем более, хочу сказать, что мы достаточно много проводим мероприятий культурологического содержания. Ну, где-то примерно там 5-6 мероприятий в год мы проводим. Основное мероприятие, такое более масштабное, это «Дни немецкой культуры», как правило. Мы проводим обычно это осенью. Ну, круглые столы, открытие художественных, выставки художественных картин, открытие выставки, фотографии, фотовыставки. В том числе и издаем, в том числе и печатную продукцию. Ну, вот даже вот сейчас мы готовим к выпуску при поддержке Государственного комитета по делам национальности и депоративных граждан фотоальбом. Значит, фотоальбом называется «Немцы Крыма. Дух жизнестойкости». Знаете, я вот уже сам лично отдал вот национальной теме, немецкой национальной теме. 20 лет в Крыму. Ну, за 20 лет ожидаются дети, да, вырастают. Вот. И вот, знаете, вот хотелось что-то вот подобное издать, где была бы собрана вся история «Немцев Крыма». В фотографиях мы думали, что это были сначала в основном как фотоальбом чисто. Но у нас получилось так, что очень много текста тоже получилось. Ну, в том, что история немцев богата. Богата богата событиями, людьми. Я считаю, что это очень достойное издание. И мы рассчитываем, что оно... Тираж мы уже получим где-то в декабре месяце. К сожалению, тираж небольшой, но тем не менее, для нас он очень важный. Будем презентовать. Безусловно, пригласим и телевидение «Милет», и другие средства массовой информации. Но я считаю, что вот для меня это важное событие. Тем более, что там сам фотоальбом разбит на несколько частей. Прошлое, настоящее в том числе. Там много фотографий, рассказывающих о жизни немцев уже после возвращения, начиная с 90-х годов. Как шло становление наших общественных объединений. Что мы делали, какие люди были. Безусловно, очень много фотографий, связанных с архитектурой, немецкой архитектурой в Крыму. Таких объектов у нас очень много. Достаточно известное, там, ласточное гнездо. То, что сегодня является, в общем-то, чуть ли не символом Крыма. Ну и фотоколлаж. Я вот особенно им доволен, потому что мы поместили, во всяком случае, постарались поместить всех немцев, крымских немцев, которые активно участвовали в общественной жизни нашего объединения. Многих уже нет, которые действительно вот внесли серьезный вклад в становление нашего объединения. Есть те, которые сегодня активно работают, есть молодежь. Поэтому вот, если говорить о изданиях, я думаю, что последнее будет очень важным событием – это фотоальбом. Возвращаясь, опять же, хотелось сказать о газете. Ну, газеты издаются столько лет только благодаря поддержке правительства Республики Крым. Безусловно, такая газета для небольшой диаспоры не может быть коммерческой газетой. Это понятно. Вот. И потом, вот, то, что мы сейчас говорили о средствах массовой информации, национальных СМИ, это как раз укладывается в указ президента Российской Федерации о стратегии внутренней национальной политики. Коснем языка. Изучение языка – немаловажный фактор для культуры народа, да? Вот, я помню, что в начале 90-х это была очень интенсивная вот работа, шла по изучению. Были какие-то группы, да? Люди бегали там, собирали учебники, словари, изучали усиленно немецкий язык. На сегодня вот чувствуется, что вот немножко это как-то поутихло, это движение. Ну, наше общественное объединение, оно занимается в том числе языковыми программами, потому что, ну, невозможно, скажем так, говорить о культуре какого-то народа, значит, забывая о его языке. Безусловно, это невозможно. Но вы правы в том, что в 90-х годах интерес к немецкому языку был достаточно высокий. И, на мой взгляд, что интерес к немецкому был даже выше, чем к английскому или к какому-то другому языку. Ну, вы знаете, вот в 90-х годах это было связано прежде всего с тем, что многие хотели выехать на постоянное место жительства в Германию или в немецкоязычную страну. И действительно, очень много людей посещало курсы немецкого языка. Мы тогда активно сотрудничали с институтом имени Гёта, это достаточно известный институт. И на наши курсы ходили как немцы, так и представители других народов. Сегодня, безусловно, отмечается некий спад, интерес к немецкому языку. На сегодняшний день немцы, проживающие в Республике Крым, не собираются выезжать в Германию или еще куда-то. Как, собственно говоря, и другие граждане других национальностей. Но, тем не менее, языковой программы мы занимаемся безусловно. И все же наша передача называется «Учфиджанхаве». Я предлагаю вам отпробовать, испробовать нашего кофе и беседу продолжить вот в такой вот тематике. Немцы Крыма. Насколько я знаю, вот я давно уже здесь живу, можно сказать, да. Никогда немцы никогда не принимали участие в какой-то конфликтной ситуации. И вообще по поводу немцев никаких конфликтов не было. Что это? Толерантность, религиозность, что еще можно привести, позитивное отношение к жизни, да. Вот почему так? В отличие от других, скажем. Ну, собственно говоря, вы все сказали сами. Вы знаете, даже вот, ну, вспоминая прошлые годы, даже, допустим, 70-е годы, да, когда остро ставил вопрос в Казахстане о создании немецкой национальной области или немецкого национального округа, да, тогда были вот такие вот, скажем, противостояния, да, было какое-то. Даже тогда наши российские немцы не участвовали в этом противостоянии. Хотя позывы к этому были. Вообще, знаете, ну, во-первых, сам немцы, это действительно законопослушный, толерантный народ. Ну, и, наверное, все-таки откладывают на отпечаток и то, что немцы достаточно много пережили. И эти переживания, конечно, были связаны с репрессиями, начиная с 30-х годов, даже, наверное, с 16-го года, а потом 30-е годы, тот же голод в Поволжье, да, потом 40-е годы, депортация. И вот разговариваю с людьми старшего поколения, да, даже с моей матерью в свое время. Они говорили так, не надо ничего говорить, не надо выносить яркие протесты. Мы все переживем, мы сильный народ, и мы должны быть вместе со всеми народами, проживающими в России. Поэтому вот, ну, вот такие немцы они есть. Они могут давать предложения, они могут просить, они могут требовать, но не выходя за рамки закона. Дозволенного. Дозволенного, да. Ну, вот такой народ. Понятно. Коснемся истории. Вот как же появились, ну, понятно, что в России это со времен Петра, да? А в Крыму как появились, когда появились немцы, первые колонисты? Вы знаете, мы в 2004 году отмечали 200-летие переселения немцев в Крым. Значит, тогда был подписан манифест Александра Первого. Собственно говоря, мы от него отталкивались тогда. Хотя и Екатерина Вторая достаточно много сделала для того, чтобы немцы переселялись в Россию, в Российскую империю, в том числе и в Крым. Ну, мы вот отчисляем 1804 год. Следует, наверное, отметить, что вот из Крыма было в 41-м году депортировано чуть более 52 тысяч немцев. В 44-м была зачистка, это порядка 4 тысяч немцев. Ну, то есть где-то 56 тысяч примерно немцев, вот конкретно по национальному признаку, было депортировано. Ну, наверное, еще надо отметить, что в целом 62 тысяч вместе с членами семей, то есть смешанные браки. Так вот, ну, 52-56 тысяч, да, это достаточно большая национальная группа, которая проживала здесь в Крыму и представляла, вот, конечно, немцев. И они достаточно хорошо себя здесь зарекомендовали, они хорошо здесь закрепились на Крымской земле. Я убежден в том, что они много сделали для развития полуострова, прежде всего в области сельского хозяйства. Ну, и потом, наверное, нельзя со счетов сбрасывать, что получив образование, они, в общем-то, были здесь и почетными гражданами, были тот же Шнайдером, значит, и были, преподавали в университетах, были на государственной службе. Поэтому мы, вот, собственно говоря, отвечая на ваш вопрос, считаем, что переселение началось в 1804 году, возвращаясь к Кольчугино. Вот когда в Кольчугино очень хорошо сохранилось две улицы, старых немецких домов, в которых сегодня живут люди. Ну, я считаю, что это серьезный вклад в Крым, в развитие Крыма, полуостров, ну, и многие другие объекты. Опять же, вот, фотоальбом, как только мы его зададим, я вам лично презентую этот фотоальбом. Заранее благодарен. Тем более, что вы национальной темой очень давно интересуетесь, занимаетесь, мы с вами не первый день в национальной теме, поэтому обязательно презентую, там очень интересные такие вот объекты мы опубликовали. Чашку кофе? Да. Сейчас, пожалуйста. Кстати, я второй раз у вас на этой программе. Так это прекрасно. Мы вас ждем в третий, в четвертый и в пятый. Это хорошая традиция. Давайте и дальше поддерживать. Я хотел вас спросить, вот, ну, возьмем наполеоновское нашествие, да, вот, французы пришли, да? Какая-то часть осталась, и она почему-то растворилась. Растворилась. А вот немцы не растворились. Ну, вы знаете, вот, на мой взгляд, такой народ раствориться не может, потому что они представлены такими именами, как Биленс Гаузен, Петер Палас, Татлебин и многие-многие другие. И вот вы сказали о 1812-й год войне. Вы знаете, вот тогда в ЦАСКО, в российской армии было 120 генералов, немцев, которые верой и правдой служили Российской империи и воевали против французов. Ну, и мы же знаем, что там воевала не только Франция, там были немцы представлены, которые воевали против России. Вот, поэтому это о вкладе немцев, вот, и о том, как может народ раствориться на территории России. Ну, понимаете, вот я глубоко убежден в том, что немцы все-таки это созидатели. Хотя и достаточно много было плохого в прошлом. Это я имею в виду. Ну да. Да, во второй мировой войне. Все как у людей. Да. Ну, вы знаете, вот, ошибок много совершали. Сегодня Германия опять совершает ошибки, к сожалению. К сожалению, та же канцлер Ангела Меркель на сегодняшний день, она все делает для того, чтобы два государства, а прежде всего два народа, жили не в дружбе и согласии. И, вы знаете, вот мы уже делаем, сейчас уже проводим третий проект по народной дипломатии. Первый проект мы делали сразу же после того, как Крым вернулся в состав Российской Федерации. Мы делали его самостоятельно, нас никто не поддерживал. У нас была группа порядка 40 человек из Германии. Второй проект мы готовили и получили грантовую поддержку. Мы получили президентский грант. В рамках этого проекта мы приглашали сюда делегацию из 60 человек, в состав которой входили хоккейная команда, спортсмены. Они, кстати, достаточно интересно играли с нашей хоккейной командой Симферополя, а потом с хоккейной командой города Ялты. Ялта проиграла, Симферополь выиграл. Так вот, были в том числе и представители общественных структур, общественные деятели. Были политики, действующие депутаты политики, были бизнесмены. И, вы знаете, вот что было интересно наблюдать, когда мои коллеги встретили их в аэропорту, посадили в автобус, уже въехали в Симферополь, была такая глубокая настороженность. Куда же мы приехали? Кстати, хочу сказать, когда шла подготовка этого проекта, подготовка приезда делегации, были те, которые отказались ехать. То есть, да, в согласие приехать, потом они сказали, что мы... Мало ли что. Один из вопросов был такой, ну, господа, а где же танки? Вот их средства массовой информации накачивали до такой степени, что они приехали и думали, что здесь идут чуть ли не боевые действия. Танки, солдаты и так далее. Ну и потом, когда, значит, один из действующих депутатов земельного парламента приехал и говорит, господин Гимпериан, можно свободно погулять? Конечно, можно. Мы предоставили им свободное время, они гуляли по Ялте, по другим городам. Мы сделали фильм. Ну, достаточно, наверное, большой получился, целый час. Так вот, в этом фильме мы предоставили возможность практически каждому гостю дать короткое интервью. Впечатление о Крыме. И вы знаете, вот, когда уже фильм был готов, его смонтировали, было интересно смотреть, как вот эти люди менялись, приехав в Крым. То есть первые впечатления, первые выражения, глаз, лица, да, когда они уезжали. Они сказали, да, это действительно горячая точка на планете. Но только от солнца, от теплого моря и от людей. Да. Отлично сказано. Да. Так вот, народная дипломатия, ну, на сегодняшний день, я считаю, что важный рычаг, это мягкая сила, которая, наверное, даст возможность, ну, первое, создать положительный имидж Республики Крым, Российской Федерации. Сделать все для того, чтобы прорвать информационную блокаду, а мы ее, я считаю, прорвали вот этими проектами. Безусловно, это шаги, направленные на снятие санкций. В то же время, вот сейчас мы делаем третий проект, цели и задачи практически те же самые. Но один из вопросов, который вновь мы в этот проект ввели, это все-таки нарушение прав человека. Официальная Германия пытается заставить людей, граждан, проживающих в Крыму, россиян, открывать визы в своем посольстве в Киеве. Ну, понятно, что многие имеют родственников, друзей, да? И никто не вправе создавать проблемы, препятствия для их общения. Это откровенное нарушение прав. Тем более, что наши граждане, граждане России, многие не имеют уже загранпаспортов Украины. Соответственно, они не могут приехать в Киев и открыть визу. Поэтому мы будем заострять на этом внимание, тем более, что в составе вот этой группы, которую мы сейчас ждем, у нас будут действующие политики, действующие депутаты, земельных парламентов, городских парламентов и члены Советов земельных. Будут общественные деятели, будут историки. И вот мы, собственно говоря, будем говорить в том числе и вот по поводу нарушения прав человека. Хочу вам сказать, что после первого, второго проекта у нас достаточно серьезная была такая информационная поддержка. У нас более тысячи публикаций в крымских и в российских СМИ вышло. Более трехсот публикаций в немецких печатных СМИ. Я хочу подчеркнуть положительного содержания о Крыме. И вот наши гости, наши политики, а я теперь уже говорю, наши народные дипломаты, вот, они работали и работают тесно с одним из известных блогеров в Германии. Так вот, на этот блок по крымской информации поступило 150 тысяч отзывов. Это граждане Германии и граждане Австрии. 90% откликов – это положительное содержание о Крыме. Но опять же, исходя из той информации, которую мы давали в СМИ, которую и фильм мы сделали, и в том числе отправили в Германию, хотя его периодически блокирует почему-то кто-то. Но тем не менее, я считаю, что это достаточно хороший результат. 150 тысяч посещений для Германии – это очень много. Это очень хороший позитив. Поэтому вот сейчас мы отрабатываем эту группу, встречаем. У нас будет и культурологическая программа, у нас будут и встречи официальные с руководством Республики Крым, с представителями исполнительной, и законодательной власти, с представителями общественности. И мы, конечно, будем готовить снова и фильм, и будем говорить о том, как мы будем взаимодействовать с общественными объединениями в Германии, что мы будем рассматривать в ближайшее время. И в том числе, кстати, хочу сказать, в состав этой группы входят коренные немцы и российские немцы. Но, опять же, мы сознательно предусматривали, чтобы в состав группы вошли российские немцы. Потому что, опять же, это идет в контексте указа президента о стратегии внутренней национальной политики. Там просто отдельная глава есть, отдельный пункт, где предусмотрено поддержание связи с отечественными и за рубежом. Ну и, конечно, будем оговаривать приезд следующей группы. Мы, наверное, будем его планировать примерно на ивраль месяц. Скорее всего, это будет футбольная команда любительская. Это будут журналисты. И это будут политики. Каким вам видится Крым в ближайшие 15-20 лет? В ближайшие 15-20 лет? Ну, наверное, это будет туристическая Мекка. Безусловно. Знаете, вот я много езжу по Крыму, как депутат, да. Буквально сегодня вернулся с Первомайского района, был в Саксском районе. Это все связано с моей депутатской деятельностью. И хочу сказать, что, вы знаете, вот некоторые граждане говорят что-то, ну, вот это не так, то не так, ну, а в целом, а в целом, посмотрите, за два года сколько сделано. Вы знаете, ну, даже если мы вернемся к федеральной целевой программе, которая, по которой будут реализовываться права депортированных, реабилитированных. Слушайте, ну, такой суммы за все 20 лет в Украине из бюджета не выделялась. Как сейчас выделено. Посмотрите, сколько дорог сделали. Можно много говорить, что не так сделано. Можно много чего еще говорить. Но, знаете, вот ездил в Щелкино, посмотрите, какая трасса, которой буквально недавно не было. Посмотрите, сколько отремонтировано школ, детских садов. Вот такой позитив и такой интенсивный позитив, я думаю, будет продолжаться и дальше. Через 10-15 лет, я уверен, Крым будет процветающей республикой, самоокупаемой. И прежде всего, конечно же, на основе туризма, оздоровления. Это будет круглогодичный курорт. Ну, и потом, даже вот сейчас я смотрел информацию, сколько посетило туристов в этом году за летний курортный сезон. Более 4 миллионов. Но это же, посмотрите, какое количество серьезное. Поэтому мы все крымчане, и мы россияне, безусловно, мы должны делать все для того, чтобы к нам в Крым ехали, для того, чтобы всем здесь было нравилось, чтобы здесь было комфортно, не только нам, жителям Крыма, но и нашим гостям. И я думаю, что мы все вместе, все народы, проживающие в Крыму, создадим вот такой вот райский уголок, куда будут приезжать не только из Российской Федерации, но и из других государств, в том числе из Германии. Хочу сказать, я из Германии все равно едут. Какие бы санкции не были, ну вот приезжаем мы, делегация была, хоккейная команда из Штутгарта приезжает в Ялту. Кстати, хочу сказать спасибо главе администрации города Ялты Растенко. Он, кстати, сам в хоккей играл с ними. Проиграл. Так вот, ну много было болельщиков. Болели за немецкую команду, болели за крымскую команду. И вдруг смотрю, немцы, не члены делегации. Подхожу, спрашиваю, каким образом вы, ребята, попали сюда. А мы каждый год сюда вот раньше приезжали, потом перестали, а сейчас Крым российский, тем более мы хотели приехать и посмотреть. Туристы из Германии едут. Но нам надо работать для того, чтобы сервис соответствовал европейскому уровню. Конечно, стандарты должны быть. Конечно, да. Понятно. Наше время подходит уже к концу. Подходит. И я еще раз добавлю, что сегодня у нас в гостях были вы. То есть Юрий Константинович Гемпель, заместитель председателя Государственного совета Республики Крым по межнациональным отношениям. Вы уже сказали, что у нас были два раза, да? Это третий, по-моему, раз. Второй. Второй. Да. Ждем вас и третий раз. Да, Бог любит троицу. Бог любит троицу. И хороший кофе. Большое спасибо за то, что вы нашли время. Приехали к нам, пообщались, поговорили об вот таких вот неотложных проблемах, которые стоят перед нами, перед крымчанами и которые надо решать. Спасибо вам. Удачи в работе. Спасибо вам. Спасибо. До новых встреч, дорогие друзья. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok